Рекламная сеть Яндекса быстро развивается. С 2015 года сеть умеет монетизировать контент любых типов – видеоконтент, контент в мобильных приложениях и в смарт-ТВ. Партнерский интерфейс, разработанный почти 10 лет назад, перестал вмещать все нужные функции. Продуктов, инструментов и настроек становится все больше, и старым партнерским интерфейсом пользоваться уже не очень удобно. Сегодня на смену ему приходит новая версия, в которой все инструменты будут под рукой. Изменился не только внешний облик системы и навигации. Появилось много новых настроек, параметров и отчетов, которых не было в прежней системе. Можно настраивать дизайн блоков непосредственно из интерфейсов, можно делать раздельные параметры CPM для текстовых и медийных блоков, а также настраивать разные параметры CPM в зависимости от географии. Пользователям доступны новые параметры статистики, а новый конструктор отчетов позволяет удобно скомпоновать данные для анализа. А если с аккаунтом работает несколько человек, можно разделить уровни доступа, например, дать доступ к какой-либо отдельной площадке или только к отчетам. Давайте вместе посмотрим, как работает новый интерфейс и что интересного он умеет. Посмотрим, как теперь устроена навигация. Главная страница системы – дашборд. На нем мы видим виджеты отчетов. Слева – навигационная панель. Вот она сворачивается и разворачивается. Разделов всего четыре. Продукты, статистика, приглашения и финансовые документы. Все площадки разделены по типам продуктов. Вначале реклама, размещаемая на сайтах, тематические и поисковые площадки. Затем реклама в приложениях. Внизу реклама видеоресурсов. Во втором разделе собраны инструменты анализа. Стандартные отчеты, конструктор отчетов, журнал событий в аккаунте. В разделе приглашения можно отправить приглашение другому пользователю и настроить для него доступ. Он перейдет по ссылке в письме, попадет в систему и сможет начать работать. Наконец, последний раздел. Архив закрывающих документов, разложенных по месяцам. Здесь же можно найти договор и дополнительные соглашения. Давайте вместе посмотрим, как выполнять основные настройки. Добавим площадку, добавим и настроим блоки, а затем сделаем отчет в новом конструкторе. Давайте вначале добавим площадку. Прямо в интерфейсе можно добавить площадки для размещения рекламы на сайте или в мобильном приложении. А видеоресурс вам поможет добавить менеджер рекламной сети. Обратите внимание, что если домен уже один раз был одобрен в сети, новая площадка для этого домена не требует дополнительной модерации. С ней можно начинать работать сразу. Допустим, мы хотим добавить новую тематическую площадку. На странице «Продукты» выбираем тематические площадки, а затем нажимаем на кнопку «Добавить площадку». Откроется вот такое окно. Вначале нужно либо добавить новый домен, либо выбрать уже существующий. Если домен уже есть в системе, можно сразу вводить название площадки и все. Если домена нет в системе, укажите ссылку на статистику. Если к статистике нужен логин и пароль, пожалуйста, введите их. Точно так же создается и поисковая площадка. Чтобы добавить мобильное приложение, действуем так же. Выбираем пункт «Приложение», нажимаем кнопку «Добавить мобильное приложение». Здесь все просто. Название приложения, платформа iOS или Android и идентификатор приложения. Если вы не знаете, где взять идентификатор, вам поможет вот эта ссылка. Она содержит подробную инструкцию для приложений под iOS и Android. Площадки готовы. Теперь нужно добавить для них блоки. В системе есть несколько способов добавить блок. Воспользуемся одним из них. Начнем снова с сайтов. Вот отсюда. Выбираем пункт «РТБ блоки» и нажимаем кнопку «Добавить РТБ блок». Появится вот такое окно. Нам предстоит сделать несколько шагов. Вначале выберем площадку, на которой разместится блок, и дадим ему название. Затем задаем уровень приватности. В зависимости от уровня приватности сторонняя рекламная система получит больше или меньше информации об адресе сайта. Вот варианты. Можно передавать URL полностью, только домен или домен второго уровня, или вообще не передавать информацию. Мы не рекомендуем ограничивать передачу адреса, чтобы рекламное место приносило больше дохода. Переходим к следующему шагу. На втором этапе настраиваем директ. Указываем форм-фактор вертикальный или горизонтальный. Это одна из новых возможностей интерфейса. После выбора форм-фактора система отображает подходящие форматы рекламных блоков. Выбираем формат. Если формат не фиксированный, указываем максимальное количество объявлений в блоке. Настраиваем внешний вид блока. Фон блока, фон плашки, фон сайта, рамку. От оформления блока зависит, насколько органично он впишется в дизайн сайта и будет ли заметен пользователю. Последнее, на что обращаем внимание в этом окне, вот эти выключатели. В некоторых блоках могут быть показаны дополнительные элементы – иконки сайта рекламодателей и дополнительные ссылки на конкретные страницы сайта рекламодателя. Мы не рекомендуем отключать иконки и быстрые ссылки. Они привлекают внимание пользователей и повышают CTR. Переходим к настройкам медийной рекламы. Указываем форматы медийных баннеров, которые можно показывать в блоке. В списке показаны все форматы, соответствующие форм-факторам, выбранными на предыдущем шаге. Обратите внимание на флажок «Подходящие форматы». Опция «Подходящие форматы» автоматически подберет к выбранным вручную форматам дополнительные, которые также могут подойти для данного рекламного места. Если в рекламной сети в будущем появится новый формат по размерам, подходящий для блока, этот новый формат будет использоваться в блоке вместе с теми, что были выбраны изначально. Чем больше форматов выбрано, тем больше рекламодатели смогут участвовать в аукционе, и тем выше может быть ваш доход. Мы не рекомендуем отключать форматы, которые предлагает система. Переходим к стратегиям распределения трафика. Их четыре. Стратегия определяет распределение трафика между РТБ Яндекса и другими системами. Первая стратегия. Максимальный доход выбрана по умолчанию. Она не требует ручного управления и использует весь доступный трафик. Для каждого показа система выставляет оптимальный CPM-порог. Это позволяет эффективно заполнить рекламные места и принести владельцу площадки максимальную прибыль. Три другие стратегии. Позволяют разделить трафик между РТБ Яндекса и другими рекламными системами. Регулировать продажи на аукционе вручную. Вы можете разместить код вызова собственной рекламы или сторонних систем в соответствующем поле. Стратегия «Минимальный порог CPM» позволяет установить стартовую цену для РТБ рекламы на площадке. Если ставки в аукционе выше этого порога, происходит показ баннеров из РТБ Яндекса. Если ставки ниже, показывается реклама, код которой указан в соответствующем поле. Фактически CPM и ваш доход может быть выше указанного порога. Вы регулируете цену входа на площадку, но не ограничиваете максимальные ставки рекламодателей. Со стратегией «Доля трафика» можно выставлять на торги на аукционе трафик, не распроданный напрямую. Для этого нужно указать доступную долю показов вот здесь, в поле «Процент трафика». Эти показы будут проданы в РТБ по наиболее выгодной цене, а основной трафик останется зарезервированным под прямые продажи или рекламу сторонних систем. Стратегия «Раздельность CPM» позволяет ограничить показы текстовой или медийной рекламы с помощью раздельных CPM-порогов или заблокировать один из видов рекламы полностью. После выбора стратегии нажимаем кнопку «Создать». Получилось! РТБ-блок успешно создан. Вот код для вставки блока на сайт. Его нужно целиком скопировать и разместить на сайте. Посмотрим теперь, как создать РТБ-блок для мобильного приложения. Обратите внимание, что для того, чтобы начать показывать рекламу в своем приложении, вам нужно подключить и настроить набор библиотек «Яндекс.Мобайл.Эдс.Сдк». Вначале все то же самое. Выбираем рекламу в приложениях, выбираем мобильный РТБ-блоки и нажимаем на кнопочку «Добавить мобильный РТБ-блок». Выбираем приложение, даем блоку имя и далее выбираем тип блока. Либо баннер стандартного размера, либо полноэкранная реклама, либо нативная реклама. Если выбрать нативную рекламу, настраивать форматы не нужно. Настройки нужно делать непосредственно в SDK. Если выбрать баннер или полноэкранную рекламу, настройки оказываются похожи на те, что мы видели только что, когда настраивали РТБ-блок для сайта. Мы настраиваем форматы медийной рекламы и дизайн директа. Стратегии показов настраиваются так же, как и для блока на сайте. Выбираем стратегию, нажимаем «Создать». Готово. Осталось добавить в блок приложения через SDK. Еще один способ добавить новый блок – добавить его прямо в списке площадок. Выбираем площадку, для которой хотим создать новый блок, нажимаем на кнопку «Действие» и выбираем «Добавить РТБ-блок». Дальше действуем по уже описанному выше в схеме. Иногда бывает нужно создать блок, похожий на уже имеющийся в системе, для той же площадки с похожими настройками. В таком случае удобнее не создавать блок с нуля, а дублировать уже имеющийся. На этот случай есть специальная кнопка «Дублировать». Пришло время для настроек блоков видеорекламы. Их бывает два типа – «Инстрим» для показа рекламы видеоконтента и «Инпэйдж-блоки» для показа рекламы непосредственно на сайте, например, между абзацами статьи. Посмотрим сперва на первый вариант. Выбираем «Инстрим-блоки», нажимаем кнопку «Добавить видеоблок». Указываем название блока, название ресурса, для которого будет создаваться этот видеоблок, раздел видеоресурса, если он есть. Поле положения блока задаем, когда будет проигрываться реклама – в начале, в конце или посередине. Если мы выбрали посередине, то можно задать время старта блока относительно контента. Далее выбираем максимальную длительность блока и максимальное количество роликов. Для видеорекламы можно использовать только стратегию «Минимальный порог CPM». Вот, задаем порог. Готово! «Инстрим-видеоблок» создан. С блоком второго типа почти то же самое. Переходим в раздел «Инпэйдж-блоки». Нажимаем на кнопку «Добавить видеоблок». Вводим название. Выбираем ресурс. Раздел «Видеоресурсы». Максимальную длительность блоков и количество роликов. Задаем минимальный порог CPM. Готово! «Инпэйдж-видеоблок» создан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...